I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Здравствуйте! В эфире программа «История жизни». Меня зовут Владимир Петухов. Герой сегодняшней программы, пожалуй, самый популярный итальянец, причем как среди мужчин, так и женщин всего бывшего Советского Союза. В те далекие времена по популярности с ним было невозможно соревноваться, и уму непостижимо, как он мог одновременно влюбить в себя столько народу. Этот человек впервые в истории Италии стал исполнять рок-н-ролл на итальянском языке. Этот человек впервые снял профессиональный видеоклип на Апеннинском полуострове. Этот артист, кстати, один из немногих, кто по-прежнему уже более 50 лет счастлив в своем законном браке. Этот человек дважды за свою историю жизни сумел сорвать правительственный выбор в Италии. И этот человек осмелился ругать премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на его же собственном канале. В те времена, когда Сильвио еще был премьер-министром. Я уверен, что вы догадались, кто это. Почему-то этого итальянца у нас знают и любят решительно все. И дремучие бабушки, помнящие его черно-белые баллады и рок-н-роллы по советскому центральному телевидению. И мамы с папами, смотревшие цветные комедии Стима и Орнелла и Мути в главных ролях. И, конечно, молодежь, то есть пресловутые хипстеры, для которых он может служить образцом элегантности. Он был героем советских анекдотов, символом мужественности для женщин и вальяжности для мужчин. А детям он мог запомниться по фразе из мультика про блудного попугая Кешу. Извини, старик, ко мне тут Челентано зашел. Все университеты этого артиста, всего лишь пять классов начальной школы и работа в мастерской часовщика. Но, несмотря на это, перед этим человеком снимают шляпы даже мэтры итальянского кинематографа. Его лицо с морщинистым умом, лошадинными зубами, не внушающими доверия глазами, с кругами под ними. По мнению многих, типичное лицо современного мужчины. Ведь, как утверждают женщины, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Адриано появился на свет в Милане 6 января 1938 года в большой итальянский праздник, в день Бифаны. То есть это праздник розы, крыши и всеобщего веселья. Он был пятым по счету ребенком в семье. И свое детство, которое он провел на улице Глюк, он потом воспел в собственной песне. ПЕСНЯ 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 Вообще-то Адриано планировал зарабатывать на жизнь, как и его дядя, часовщиком. И не было бы великого итальянского артиста, если бы вовремя не вмешалась судьба. Как-то сестра Челентано послала на конкурс двойников одну из фотографий, где ее брат был в образе американского комика Джерри Льюиса. В итоге Челентано занял первое место и выиграл 100 тысяч лир. Удача продолжает сопутствовать Челентано и 19 декабря 1961 года он занимает второе почетное место на конкурсе песни Сан Рэма с песней 24 тысячи поцелуев. Звукозаписи В это время начинается его и актерская карьера. Он снимается у самого Федерико Феллини в картине «Сладкая жизнь». А в 1963 году участвует в съемках фильма «Какой-то странный тип», где партнершей его в этой картине выступает красавица Клаудио Морони или Морро. Именно такой псевдоним она взяла себе на съемках этой картины. Она была из тех женщин, которые вызывают у мужчины сразу два сильных чувства. Излить душу и затащить в постель. Хотя ни на то, ни на другое Челентано не решался. Мать хоть и не пришла на свадьбу из чувства справедливости, потому что не была и на свадьбах других детей, объявила сыну, что он женился на самой красивой женщине в мире. Челентано часто признавался, что в жизни он боится двух вещей. Смерти и потери любимого человека. Он безумно любил свою мать. В какой-то момент в его жизни появилась еще одна любимая женщина – Клаудио Морри, которая очень быстро поняла, что ей совсем скоро придется заместить Челентано мать. Челентан отличался непростым характером. И Морри мудро решила положить свою карьеру на алтарях брака. Она не только родила ему троих детей, но и стала опорой в его творчестве. Она стала администратором, имиджмейкером и пиар-менеджером с неистощимой фантазией. Так однажды к железнодорожной станции в Брянсе слетелись все фоторепортеры. Пролетел слух, что на рельсах лежит сам Челентано, который решил покончить жизнь самоубийством. Вскоре очень вовремя появилась Клаудия, принявшая на чем свет ругать мужа, умоляя встать с рельсов. Уже был слышен свисток локомотива, фары слепили собравшихся, Клаудия рыдала в голос. Актер поднялся с рельса в последний момент, когда колеса пуезда были всего в нескольких метрах от его тела. Тут же состоялось бурное примирение супругов, которые запечатлели на водопленку многочисленные представители итальянских СМИ. Все это шоу поспособствовало стремительному ажиотажу на новую пластинку Челентано. В другой раз Челентано создал многочисленные пробки прямо в центре Рима. Обескураженные водители не могли проехать и наблюдали, как Челентано прямо на проезжей части разучивает новый танец. Нужно ли говорить, какой колоссальный успех ждал будущий фильм, в котором снимался актер. Рекламщикам даже не нужно было вкладываться дополнительно в раскрутку нового фильма. В победе Адриана Челентано в Сан-Ремо в 70-м году также есть немалая заслуга Клаудии. Она вышла вместе с мужем на сцену и, не сводя с него любящих глаз, подпевала Адриана, держа его за руку. С тех пор на целое десятилетие песенный фестиваль в Сан-Ремо превратился в театр одного актера. В театр Адриана Челентано. А потом Клаудио запела сама. Любимый супруг специально написал для нее несколько шлягеров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мужем актером Алессио Орано и ждала того же от Адриана. Челентано же все тянул с разводом, не решаясь оставить жену. Пять лет продолжалась эта катавасия. А Клаудия терпеливо ждала его возвращения, повторяя в каждом интервью. Случайная измена – это вовсе не повод для расставания. Она простительна. А для мужчины случайные связи – это как для механика техосмотр нового автомобиля. Ее терпение было вознаграждено. Адриана прилюдно извинился перед супругой и детьми за свой проступок. В 1983 году у Адриана был еще один роман с актрисой Федерикой Морро. Тактичная Клаудио Мури спокойно переживала и это, не видя в увлечениях мужа абсолютно никакого повода для развода. Дети Челентано и Мури появились на свет один за другим. Первой в 1965 году родилась дочь Розитто. Ребенок оказался талантлив и целеустремлен. Сегодня это известная в Италии теле и радиоведущая, актриса, которая занимается продюсерской деятельностью, при этом поет и сама пишет музыку. В 1966 году на свет появился сын Джакома, который подарил уже Клаудио и Адриана внука Самуэля. Он тоже очень талантливый человек, занимается дизайном, при этом сам пишет музыку. В 1968 году рождается дочь Розалинда. Кроме таланта актрисы, певицы и композитора у девушки развились художественные способности. Она пишет картины. Розалинда тоже помелькала в телесериалах, кусила гламурной жизни и принялась эпатировать публику. То обрела голову на лысо, то заявила во всеуслышание своей нетрадиционной сексуальной ориентации, то сыграла сатану в неоднозначном фильме Мала Гибсона «Страсти Христовой». Ну что ж, повздыхали родители. Видимо, девочка ищет себя. Клаудио является не только опорой и надежным тылом в жизни Челентана, она является его талисманом. И каждый раз, когда Адриано игнорирует ее мнение, это выходит ему боком. Более того, влетает в хорошую копейку. Клаудио, например, считала, что идея снять фильм о конце света Джоан Луи абсолютная глупость, и ничего кроме убытков эта затея не принесет. Адриано не только снял картину, но и уговорил жену сыграть в ней. Увы, предчувствия Клаудии не обманули. Проект оказался провальным, а Челентана, который влетел почти на 8 миллионов долларов, чуть не обанкротился. А вот в прямом эфире телешоу «Фантастика» и Челентана на правах ведущего произнес пламенную речь в защиту животных, после чего чуть не оказался за решеткой. Дело было накануне референдума по проблемам ядерного вооружения. И на следующий день 14 миллионов бюллетеней были признаны недействительными. В них было написано что-то вроде «Мы против убийств», «Мы за любовь», «Мы за Челентана». Адриана обвинили в подстрекательстве, и от тюрьмы его спасли адвокаты и 110 тысяч долларов штрафа. Надо отметить, что по признанию самого Челентана он является подкаблочником и не может сделать ни одного шага без согласования жены. Будь то съемки в каком-то телепроекте, интервью или вообще поход в гости. В 1987 году Адриана Челентана приехал в Советский Союз. Он провел в Москве несколько дней и дал два концерта в Олимпийском, которые прошли с аншлагом. Это были его первые живые концерты после восьмилетнего молчания. Подвигом называют полет Адриана в Советский Союз члены семьи Челентана. Дело в том, что брутальный итальянец страдает аэрофобией. СССР стал единственным местом, куда Адриана прилетел на самолете, чтобы дать концерт. В последние несколько лет в связи с бешеной популярностью на ретро-шоу российские организаторы концертов пытаются выманить Челентана из Италии и предлагает ему за участие в одном концерте, шутка ли сказать, два миллиона евро. Но Челентана постоянно отказывается. Обаятельный итальянец вспоминает, что в 70-е и 80-е годы ему приходило очень много писем из России. Но, к сожалению, все советские гражданки писали на русском, поэтому певец их не мог прочитать. И сейчас русские продолжают писать певцу на пружинах. На зарубежных сайтах о музыке комментарии к странице исполнителя оставляют в основном русские и уже чуть меньше итальянцы. Возраст у российских поклонников разный, но все они признаются в любви к Адриана. Челентана проявил любовь к России и всем своим детям. Джакомо Челентано достаточно часто с собственной семьей приезжает в Москву, а Розалинда вообще мечтает переехать на ПМЖ в Санкт-Петербург, поскольку считает, что Петер самый лучший город на Земле. В 92-м году Челентано вернулся в кинематограф, снявшись в своем последнем на сегодняшний день фильме фантастической комедии «Джек-пот», где выступил не только как актер, но и как один из авторов сценария. Картина получила крайне негативные оценки кинокритиков и с треском провалилась в прокате. При бюджете в 18 миллиардов фильм собрал лишь только 105 миллионов лет. На этом кинематографическая карьера Челентано закончилась. Своё нынешнее отсутствие на киноэкране Челентано объясняет натнюдней усталостью или возрастом. Нет, он объясняет это тем, что просто нет очень хорошего сценария. А на второсортные ленты он не собирается размениваться, чтобы не подвести своих многочисленных поклонников. Кстати, о поклонниках. В 2012 году, после долгого перерыва, он выпустил альбом под названием «Давайте сделаем вид, что это правда». В тот год Италия погрузилась в кризис, и Челентано впервые за долгое время решил дать концерт. Его можно поставить в пример многим. Он выступил в амфитеатре на 6 тысяч человек. Билеты продавались по одному евро. Это неслыханная цена. Так артист поддержал итальянцев в нелёгкое время, заботясь не о выгоде, а о поднятии народного духа. Челентано хотел, чтобы на его концерт приходили целыми семьями. Адриано выпустил более 30 альбомов общим тиражом в 70 миллионов копий. Он снялся в 40 фильмах. Но, несмотря на такой колоссальный творческий успех, на первом месте в его жизни всегда стояла семья. Ведь Челентано – истинный католик. Он живёт на своей вилле в городе Брианс, что в 100 километрах от Миланы. Продолжает поддерживать оптимальный вес 78 килограммов – это при росте метр семьдесят девять. И в свободное время занимается ремонтом часов. В его доме есть бассейн, лужайки, теннисная площадка, футбольное поле, конюшня, звукозаписывающая студия и фонтан с железобетонной скульптурой, которая изображает Клаудию. Клауди теперь исполняет одну единственную роль – домохозяйки и муза своего благоверного супруга. Ведь только она знает, как приготовить любимые блюда Челентано – омлет с трюфелями и ежевичный крем. Примерно в 2005 году актёр поменял свои гастрономические вкусы. С тех пор Адриана Челентано – вегетарианец. Он уверен, что отказ от пищи животного происхождения несёт лишь только плюсы. Во-первых, повышение жизненного тонуса, во-вторых, сохранение численности животных, а в-третьих, моральное удовлетворение от мысли, что он не является причиной гибели живых существ. Актёр неоднократно демонстрировал своё неприятие к политике итальянского правительства и, в частности, к политике Сильвео Берлускони. В 2005 году в одной из своих программ, которая шла в прямом эфире, актёр назвал теперь уже бывшего премьер-министра Италии коррупционером. Реакция последовала незамедлительно. Берлускони высказался, что Адриана Челентано входит в число тех, кто ведёт борьбу с правительством Италии. Известный певец и актёр очень рад, что имеет возможность жить жизнью обыкновенного человека, а не звезды. Челентано по-прежнему пользуется общественным транспортом, совершает покупки в обыкновенных магазинах и супермаркетах, очень много времени проводит на кухне, ходит в гости к своим соседям. В общем, всё делает, как обыкновенный, заурядный человек. Излишнее внимание со стороны поклонников и журналистов Челентано смущает. И потом не забывайте, что каждый свой шаг он согласовывает с супругой, а ведь ему на будущий год будет уже 80 лет. И кто знает, что может быть на свой 80-летний юбилей сеньор на пружинах преподнесёт нам с вами очередной сногсшибательный сюрприз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok